Всем привет! Привет! Сегодня мы будем вам показывать пляж Клеопатра. Мы пройдем, наверное, километр с лишним вдоль этого пляжа, покажем, как он выглядит на данный момент, что нам в нем нравится, что не очень нравится, какие для него минусы, которые вы сможете видеть в своем показании. Что, на чем с историей этого пляжа? Ну, мне кажется, 99% кто сюда приезжает, они знают о том, что, по легенде, этот пляж подарил Марк Антоний Клеопатре. Ну, это как мифы, но даже несмотря на это, ученые оценивали вот этот песок, брали его на экспертизу, и действительно он не свойственен местному песку, он привозной, и по своему составу он как раз таки больше похож на песок из Египта. Так что, возможно, часть этой легенды это правда. Пляж Клеопатра награжден голубым флагом. Это означает то, что пляж отличается своей экологичностью, чистотой. Так ли это на данный момент, выясним, покажем и расскажем. Пляж в длину 3 километра, в ширину примерно от 40 до 60 метров в разных местах. Пляж делят между собой участками отели. То есть, практически у каждого отеля на первой линии есть своя территория на пляже, где гости могут бесплатно пользоваться зонтиками и лежаками. Также здесь можно арендовывать зонтики и лежаки в тех зонах, где находится кафе. Это примерно 12 лир с зонтиком и лежаком. Ей можно пользоваться целый день. Сегодня погода не очень солнечная, последние несколько дней вообще. Поэтому, может быть, не так ярко на пляже. Сейчас мы покажем водоросли. Кстати, да, некоторые жалуются на то, что не убирают их. Они уже засохли. И есть вот... Какой-то мусор удаляется. Да, чем ближе мы подходим к крепости, к вот этому мысу, который разделяет Аланию на две части, тем больше мы встречаем этих водорослей и... Плюсы пляжа, мы сказали, и теперь минусы. На самом деле, что такое голубой флаг? Это награда высшей категории для пляжей мира, да? И на самом деле сейчас пляж Клеопатры, он не соответствует своей категории. То есть он сильно не соответствует голубому флагу. Потому что, ну, как видите, здесь много водорослей. Мусора. Грязно, да, мусор. Море приносит, когда немножко штармит мусор. Плюс местные еще кидают окурки, и это все не чистится или чистится нерегулярно. Редко убирается. Еще важный момент, что на пляже... Давай остановимся, я покажу. Не знаю, видно сейчас будет... Нет, я приближу море. В общем-то, в 3-4 метрах от берега проходит плита моря. То есть она практически... Через весь пляж идет. Вот эта плита небольшая, шириной примерно на 2 метра. Но, тем не менее, она есть. Вот. И... Еще один момент. Недавно мы играли в волейбол на пляже, и я порезал ногу стеклом. Вот так вот. Здесь есть стекло иногда встречается. Да, в песке. Тоже очень такой минус, да, весомый. Мало ли. Просто играешь в волейбол, и раз тебя... Ага, раз стекло встретил. И еще какой минус? По-моему, по поводу грязного стекла. Ну, все-таки вот эта плита, да, она... Из-за того, что она длится вообще по всей территории пляжа, она скользкая сама по себе. Ну, не очень удобно, конечно. Хотя вот до плиты вход пологий, но тут только для детей как бы это подходит покупаться. Да, да. И еще один минус, наверное, я бы озвучил. Так, соответственно. Так. Еще один минус. Когда вот начинается сезон, местные кафе, отели... Сейчас я их покажу. Здесь. Местные кафе, отели, когда выставляют шезлонги, зонтики, они занимают большую часть пляжа. То есть, если вы не хотите покупать шезлонг, брать зонтик за 100-120 рублей, там 15 лир, да, 10-15 лир, вот, то вам придется ближе к морю располагаться. Ну да, вот. Место мало. А, кстати, дня три назад вот здесь, на этой горе, где находится крепость, был такой пожар, не маленький. Приезжало две пожарные машины. Вот. Но мы еще не выяснили, что там загорелось. Но, скорее всего, это бросили окурок, потому что там часто отдыхают местные, мусорят, кстати, на этой горе. И из-за того, что был очень жаркий день, это все могло с легкостью воспламениться. Давай, скажем, самую главную жесть, которая в последние полтора месяца здесь происходит на пляже Клеопатры и не только вообще на всем побережье Алании. О чем я хочу сказать, понимаешь, да? О полиции? Нет, причем полиция. Давай еще одна попытка. Жесть происходит на пляже? Да. Ну, в море. В море. В море. А, ну, то, что море мутное? Да. Мутное. И, короче, блин, мазут. Не знаю, какие-то, может, разлив нефти и прочее. Иногда бывает, купаешься, и выходишь, что у тебя мазут на ноге или там на одежде, где-то там на купальнике. На купальнике, который вообще не отмывается. Это просто жесть. Это, да, это говорит об экологической обстановке такой не очень хорошей. И, ну, как может быть пляж награжден голубым флагом, если в море на его побережье можно встретить куски мазута. Да, и... А все-таки вот даже, как нам говорит житель местный, который здесь давно живет, то, что, да, этот пляж был идеальным, но лет 7-10 назад. Да, он был хорошим, но теперь это все. Это никакой не голубой флаг, даже не зеленый, не желтый. Это, если честно, так себе вариант, так себе пляж. Я думаю, что пляж все-таки не достоин голубого флага. И... Ну, то, что, да, вода грязная, то, что происходит какой-то, не знаю, ну, это экологическая вообще катастрофа. Да, катастрофа, но они ничего не говорят власти, и им плевать, если честно. Ну, никак это пока не решают. Вот такой у нас вывод по поводу пляжа. И если вы хотите действительно что-то такое экологичное, чистейшее море, то это вам... Вам точно не сюда нужно ехать. Наверное, это больше на западе Турции, вот там, где Марморис, да, там все-таки... Тагейское море, да. Там побережье чище. Там чище должно быть. Все? Пользуясь случаем, расскажем вам о том, что мы планируем в нашем следующем видео. А именно, сегодня мы идем в поход с ребятами, с нашими любимыми соседями. Я покажу сейчас там какая-то темень в горах. Да, да, покажи там, на самом деле, будет интересно, если мы сегодня пойдем. Здравствуйте. Какая гора? Мы не туристы, мы живем здесь. Да, если мы сегодня пойдем и не отменим этот поход, то, я думаю, будет очень интересно, потому что я вижу грузовые тучи. Тучки прицепились к горам, в общем, и не сходят. Будет экстрим, будет весело. Да. Так что вот такая информация про пляж Клеопатры актуальная. Да, наш честный отзыв. Пишите свои комментарии, подписывайтесь. Задавайте вопросы, всегда рады ответить и поделиться. И всем пока. Пока-пока. Микрофон свой не выключил? Нет. Х こальных – ээрм are которые я вернусь stems. И для вас turn ко мне, например, окрой, и на иноценке с кто-то richелевым фильме, а вы просто не посмотрите, так что вы находите?